Друзья, сегодня тема выпуска пасхалки, интересные вещи и что-то загадочное. Всем привет, меня зовутся Герой Ван, это мой канал Мистер Кэт. Поехали! В игре Скайрим очень много, очень много секретов, пасхалок и разных интересных, непонятных вещей. И мне кажется, что есть также секреты, которые до сих пор никто не разгадал, серьезно, мне так кажется. И первая вещь, которую я хотел вам показать, это вот этот вот огромный, огромный камень, который, ну видно, что он сюда свалился. И когда он свалился, он сразу на каких-то персонажей, смотрите, он просто завалил сразу нескольких, там ноги, там голова. Мне очень, 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 очень хочется узнать, что это, какой пасхалки. Между прочим, я погуглил и ничего не нашел. Но серьезно, это реально какая-то пасхалка. Если у вас есть какие-то мысли, напишите в комментариях. Забытая долина, друзья. Господи, какое же красивое место. И здесь очень интересные персонажи, которые я вам давно-давно хотел показать. Здесь мы встречаем очень сложных двух драконов. Я когда-то проходил на сложности легенды, я еле их прошел, у меня был, помню, стрим. Я не знаю, я, наверное, раз с десятого их прошел. Это было просто нечто. И здесь можно увидеть вот этих вот персонажей. Видно, что один, наверное, убил другого и забрал, наверное, зелье. Зелье сопротивления огню специально. Это, не знаю, какая-то подсказка. И так классно, не знаю, именно эти вещи делают игру просто невероятной. Просто обалденной. И здесь недалеко есть еще одна крутая вещь. Сейчас покажу. Замок. Замок снежных эльфов, друзья. Но нам сразу туда не нужно. Нам нужно повернуть. Мне про это написал еще когда-то подписчик. Извини, забыл, как тебя зовут. Но спасибо тебе огромное. Я обратил внимание, я пошел вот сюда. Здесь арка и здесь какой-то скелет. Посмотрите, и у скелета явно, явно корона. Тут поправильно вообще должны быть камушки. Вот так разложены, как корона. Их можно позабирать. Они поправаливались. И вот у нас еще эльфийский двуручный меч. Блин, я всегда думал, что здесь должна быть корона от полного сета древней фалмерской брони, которую мы получаем, когда проходим полностью данвгард. Точнее, не полностью, когда убиваем этого эльфа. И понимаете, эта корона как бы дополняет сет. Так он не полный. И получается, с короной у нас полная защита. Я не знаю, почему разработчики убрали корону. Может, из-за того, что с этой короной у этой защиты такая большая защита. Я не знаю, что просто разработчики такие, о-оу, наверное, это слишком. И давайте уберем. Ну или, я не знаю, просто эту корону можно добавить, друзья, с помощью кода. И никто ее здесь не нашел. Мне почему-то кажется, что она где-то прячется. Ее просто никто не может найти. Она где-то свисает. Может, на горе нужно крикнуть. Там криком она прилетает. Ты находишь и... Я не знаю, прав я или нет. Но вот так вот. Мне почему-то кажется, что изначально эта корона должна была быть здесь. А как думаете вы? Следующую пасхалку, я думаю, встречал каждый. Легенда о короле Артуре. Вот такой вот меч. Он, по-моему, уровневый. Вы берете и распадается эта рука. Также вот. Вот прямая отсылка. Меч в камне. И много-много-много-много-много людей, которые пытались, пытались вытянуть, я не знаю, этот меч и просто умирали. Но как только мы подходим, он легко достается. Как? Самое интересное, что у меня был глюк. Когда я проходил в своем прохождении, я не мог его вытянуть. Серьезно, он был неактивен. Сейчас же его вытянуть можно. Это странно. Миден Тима. Меня всегда привлекали вот такие вот вещи. И я всегда думал, что это такое. Как вы думаете? Мне когда-то написали в комментариях, что это сам Ситис. Я не знаю, конечно, но очень, очень вероятно. Мог можно забрать. А как думаете вы, кто здесь изображен? Крайние просторы Скайрима. И здесь, друзья, невероятная пасхалка. О которой вы знаете и о которой я хочу немножечко поговорить. Здесь вот такой вот огромнейший краб. Но мне почему-то кажется, друзья, знаете откуда этот краб? Этот как раз-то тот самый краб. Грязный краб, который был в Моровинде. И тот, у которого было больше всего денежек. У которого было 10 тысяч. Это было просто невероятно имбово. Ну и круто. Мне почему-то кажется, что разработчики добавили именно сюда, именно этого краба. Потому что это квест, священное, по-моему, испытание Кин. И здесь мы должны убить 3 духа. Но фишка в чем? Фишка в том, что дух краба есть. Дух, по-моему, там еще лисицы или медведя и волка. Но сам труп есть только краба, понимаете? Ну, я не знаю почему, но это по-любому. Это по-любому грязный краб торговец. Прямиком с морки. Господи. Это сколько ему лет, а то он так вырос, представляете? И каким-то чудом попал на Скайрим. Ну, наверное, путешествовал. Какой прекрасный вид, друзья. Вы только посмотрите. И вот, смотрите. Флаг. Оказывается, если в игре есть флаг, то там по-любому что-то будет няшное. И я обнаружил такую вот тенденцию, что в игре их много. Сейчас я вам покажу. И всегда, если вы их находите, то здесь всегда есть что-то интересное. Ну, к сожалению, только уровневое. Соответственно, чем больше уровень, чем круче здесь какой-то лут. Вот, пожалуйста. Недалеко от коллегии Винтерхолд. Ну, как недалеко. Относительно. Тоже флаг. И тоже, скорее всего, отсылка. Но флаг здесь желтый. Хм. Что бы это могло значить? И вот, смотрите. Вот еще один. А может быть, разработчики просто сделали флаг для того, чтобы вы, когда путешествовали, сдалека его увидели. Опа! Там что-то интересное. Или что-то другое. Как вы думаете, друзья? Напишите в комментариях. Хм. Медведь. Оборотень. Так классно, что их тоже добавили в Скайрим. Они были в морке. Да, на том же острове Солцхеми. И здесь их также добавили. Это просто вау. Но то, что я вам хочу показать, для многих может показаться не очень. Ну, не знаю, почему. Вот именно для меня это делает игру невероятно крутой. Вы сюда ныряете? Ну, что-то проверить. Здесь какой-то секретик. О, какой-то еще один оборотень. И здесь, смотрите. Вы просто зацените скелет, которого просто завалили камнем. И сундук, он, наверное, за этим сундуком сюда и шел. Заплыл, точнее. И, блин, это так классно, друзья. Бог Риклингов. Реально, Риклинги кому-то поклоняются. Я изначально думал, что они поклоняются Корстагу. Потому что они как бы были в замке. И мне казалось, что бог для них он. Но нет, друзья. Бог для Риклингов. Это вот эта вот штука. Посмотрите. Это какой-то конь. Это какой-то конь. Или, я не знаю, я не нашел в интернете. Или это какая-то пасхалка. Какому-то коню. Я специально код включу. Потому что, если я сюда приду, они перестанут молиться. Но это что-то странное. Или это только эти Риклинги ему молятся. Я не знаю. Если кто-то что-то знает об этом, то, друзья, напишите. Еще, если кто-то знает какие-то интересные пасхалки, вещи, скелеты, каких-то непонятных позах, то присылайте, пожалуйста, присылайте мне в группу ВК. Там есть специальный альбом для ваших работ. Присылайте. Мне очень интересно будет посмотреть. И как же без пасхалки о Звездных Войнах? Не заметил. Да-да-да. Те, кто смотрели Звездные Войны, помнят этот момент, когда наш главный герой застрял. Вот точно так застрял во льдах. Популярная, популярная пасхалка. И самое интересное, о чем я хотел написать. Настоящее пасхальное яйцо, друзья. Я не знаю, как я играл раньше, но я этого не находил. Реально какой-то некромант молится какому-то яйцу. Вокруг мертвой курицы. И если мы его тревожим, он поднимает этих куриц. Они начинают бегать и чуть бы не драться. Я серьезно, я его раньше не видел, эту пасхалку. Если кто-то знает, к чему это, то напишите, друзья. Сейчас подойду к нему поближе. Я сейчас нахожусь. Вот, смотрите, на карте. Недалеко от Айваста, да. И вот здесь. А нам нужно вот сюда. Я, друзья, раньше никогда, никогда не находил эту пасхалку. И когда нашел, я такой... Карим просто величайшая игра, друзья. Это мой сынок. Здесь мы можем увидеть какого-то... Дровосека убитого. Недалеко. Какие-то тарелки. Но нам нужно дальше. Нам нужно вот сюда подняться. Вот, просто вот на эту горку. Сейчас вот так вот в гору. Даже можно так сказать. И как только я сюда прихожу, смотрите. Вот он встает. И поднимает. Поднимает своих курочек. И самое интересное, друзья. Я не понимаю, почему яйцо пропадает. Яйцо пропадает. И я сколько не смотрел... Вы только посмотрите. Нет. Курочки просто ожили. И все. И тут бегают. Это очень странная пасхалка. И очень странно. И куда делось яйцо? Ах, вот оно, наверное. Куриное яйцо. Палец великана. Еще куриное яйцо. Обычный камень душ. Я не знаю, что он делал тут. И чья-то голова. Куда делось это яйцо? Может, оно просто улетело. Но оно постоянно улетает. Что это за курочки? И к чему эта пасхалка? Это курочки-ряби, что ли, пасхалка, друзья? Если кто-то знает. Ну, понимаете? Я сколько играю. Я просто нахожу новые и новые и новые вещи. Ага. И вот они погибли. Бедняги. Все новые и новые и новые. И я уверен со 100% что я еще найду что-то для себя новое. И вам покажу, друзья. Ладненько. На этом все. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Или есть ли еще какие-то крутые вещи. Крутые пасхалки. Крутые скелеты в каких-то позах. Мне будет очень интересно это все увидеть. Спасибо, друзья. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. И когда-то я начну свое новое легендарное прохождение на сложности выживания. Легенда. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok